Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие друзья евреи! Начинаем нашу очередную беседу, видеоурок, который сегодня называется «Замечания с любовью». Из цикла, из нашего цикла постоянного, еврейское поведение. «Замечания с любовью». То есть, если ты делаешь замечание другим людям, наставление, то делай это свое замечание только с любовью к тому, кого учишь, кого наставляешь. Мы это учим из книги Шмот, 27 глава, 20 стих. нашего сегодняшнего недельного раздела, Тецавея, где написано следующее. «Прикажи евреям», так обращается Всевышний к Моше Рабейну, к пророку Моше, нашему учителю, «прикажи евреям, чтобы взяли себе чистого оливкового масла, выбитого, ну выбитого в смысле из маслин, выжатого из маслин для освящения». Раша, на эту обычную фразу, в принципе, которая так и понимается, как обычное указание Всевышнего по тому, что и как должно функционировать в храме, что для этого нужно приготовить и так далее. Это то, чему посвящены наши недельные разделы. В книге Шмот замечает, написано для освящения. И это не просто написано для освящения, не написано для приношений. В принципе, масло, наверное, требовалось для мешкана, для нашего переносного храма, с которым евреи ходили по пустыне 40 лет. Наверное, оно требовалось для приношений. Во многих случаях нужно было принести некоторую жертву в виде не животного, а в виде муки, тонко помолотой муки, перемешанной с маслом. Вот это масло требовалось принести в храм. Оно в храме самом не делалось, это были приношения, которые приносили люди, а в дальнейшем в руссельском храме это делалось на денежные приношения самим храмом. Покупалось. Так вот, можно было бы сказать, прикажи евреям, чтобы взяли для тебя, взяли тебе чистого оливкового масла для приношения. Написано для освящения. Это только одна из функций его. И Раша пишет это не случайно. Пояснил эту фразу, эти слова Раши, пояснили наши мудрецы, в частности, хасидские мудрецы от имени Адмора Раби Хиэля из Александрова. Было сказано следующее, сейчас я скажу, что там было сказано, но нужно указать, что это был знаменитейший Талмит Хахам, мудрец Торы, да и все Александровские хасиды, которых мало осталось после Второй мировой войны. Они все были уничтожены немцами, потому что они не покинули Польшу, никуда не уехали, вместе с своими адморами, своими руководителями. Это было одно из самых замечательных хасидских движений, которое славилось своими ешивыми, академиями, хедерами, книгами, которые издавали они. Это были люди большой науки. Я под наукой, под словом наука, понимаю имени Тору. Адмор Раби Хиэль из Александрова сказал, а за ним записали. Вот это указание, Раша привел, написано для освящения, но не написано для приношений. Это не что и как указание на одно большое общее правило. Для воспитания. Правило, которое лежит в основе еврейского воспитания. В частности, для того, в частности, это правило тому, кто делает замечание, наставление другому человеку. А именно, когда делаешь другому замечание, или произносишь наставление, что одно и то же, будь крайне осторожен, чтобы сделать его спокойно, спокойным голосом и любя, уважительно и с доверием к тому, кого ты сейчас наставляешь. Только тогда, указывает Адмор Раби Хиэль из Александрова, только тогда и будет достигнута цель твоего воспитания. А если в замечании нет воспитательной цели, то это замечание вообще запрещается произносить. Но об этом чуть ниже, мы чуть дальше поговорим. Так написано «выбитое масло», «выжитое». И Адмор Раби Хиэль показывает, что человеку предлагается сделать некоторые усилия, нажать на своё сердце. Для чего? Для освещения. Чтобы осветить путь перед тем, кому по этому пути нужно следовать. Не для приношений, как написал Ираши, а чтобы отдал он от себя и чего-то лишился. А для того, чтобы получил. Что он получил? Получил свет, знание о правильном поведении. Конечно же, это не прямое указание. Тут не сказано «делай замечание с любовью». Тут написано только, что Всевышний сказал Моше, чтобы приказал евреям, чтобы они принесли масло для освещения. Но здесь, да, достаточный намёк, ремос по-еврейски, намёк для того, чтобы мы выучили также и слова Мусара. Мусар – это правило еврейского поведения. «Делай свои замечания, любую воспитательную, назидательную вещь приноси, только любя человека». Это тотальное правило. Если ты 20 секунды не любишь этого человека, то и замечания делать нельзя. А теперь история. Раби Арье Левин – это постоянный персонаж тех всех историй, тех книг, с которых я эти истории беру. Заметивший мудрец праведник, который оказывался «Иерусалимский праведник». «Иерусалимский праведник» Саддик Рушалми. Однажды он всегда ходил в синагогу перед субботой, на дневную молитву, которая завершается канун субботы. Он приходил туда немножко, шёл туда немного раньше времени. И шёл он, было всегда в Меа-Шаарим, Геула-Меа-Шаарим района в Иерусалиме, шёл вдоль торговых лавок, по большой улице, мимо продавцов. И всем им показывал, говорил, проходя, указывал о том, что пора сворачивать торговлю, и скоро наступает суббота, и им нужно идти и готовиться к субботе, и не торговать, чтобы, не дай бог, нечаянно не нарушить субботу и не просрочить разрешённый срок торговли. И самое интересное, что он не работал, я от себя добавлю, жандармом, я таким наставником ходил и всех понукал, но нет, это вот такая функция, которой ему с удовольствием доверили все люди. И даже когда однажды он заболел, так рассказывает, и не пошёл, все начали в ту же субботу, все пришли утром, пришли торгов с этой улицы, даже с других районов приходили, а что с Рави Арье Левиным, что случилось, уж не приболел ли он, не дай бог, чтобы пожелать ему скорого выздоровления, так казалось, что он просто нечаянно там не прошёл, он был занят всем другими делами, и поэтому все с большой любовью к нему относились. Так что делал он свои замечания, какие замечания, он говорил, что пора уже закрывать свою лавку, все это принимали с любовью. И однажды он шёл, увидел огромную толпу одного магазина, огромную толпу, он немножко удивился, время позднее уже нужно закрывать ставни, 3СИМ, ставни на магазинах, подошёл, поинтересовался, что случилось, и вид, что только что привезли заказанную этим владельцам этого магазина большую партию товаров, которые должны были привезти ещё утром, но задержались, привезли только сейчас. И он, естественно, начал в разрешённое время торговать, и пришло очень много народу, и стоит большая очередь в магазинах, маленький магазинчик, маколот, запружен людьми, и, не дай бог, сейчас люди увлекутся, и из-за того, что появился новый товар, дешёвый, они могут нарушить субботу. И что теперь делать? И Раби Левин сказал своим сопровождающим, он шёл не один, иначе мы эту историю не узнали бы никогда, он сказал, что, не знаю, выдержал ли я, выдержал бы я такое испытание, перед которым сейчас стоит продавец этого магазина, там можно очень много продать, а магазин пора закрывать. Надо помочь этому владельцу, он сказал, он вошёл туда, взял стульчик, сёл у входа внутри, снял с головы Штрайму шапку свою субботню, положил её на колени и молча сидел. Тут же все на это обратили внимание, подбежал к нему хозяин, и спрашивает, даже не спрашивает, а замолчал, что делал, что случилось? Ещё время вроде бы есть, несколько минут, у нас несколько минут есть. А Раби Левин посмотрел на него и говорит, что я тебе скажу? Магия Дульха, что я тебе скажу? У тебя сейчас очень большое испытание, но суббота есть суббота. Вот эта вот фраза, суббота есть суббота, шаба за шаба, и деваться некуда, тут нет возможности не соблюсти, нарушить её. Встал, одел Штрайму, он и ушёл, а когда он уже уходил, по одолю, оглянулся, и сказали, оглянулся, все стояли прожёванные рядом с этим магазином и смотрели на него. Нито ни слова ни с какого не сказал. А владелец магазина уже закрывал ставни и торговлю прекратил. Потом, встретив Раби Левину, он сказал, никто никогда, до этого раньше я не видел, чтобы несколько слов, шаба, суббота – это суббота, суббота есть суббота, чтобы несколько слов так глубоко входили в сердце. Я с двух слов сразу же понял, что вы говорите, а сами-то плачете. Как можно нарушить субботу, когда тебя таким образом увещают? Слова с любовью, это было достаточно, чтобы я перестал торговать даже близко к субботе всю свою жизнь. Так вёл себя Раби Арьелеви. Рамбам, если мы теперь перейдём к законам, своих законов в сборнике, где он свои законы собрал, и свои еврейские законы пишет. Следующая фраза. Тот, кто увещевает другого, делает ему наставление, как по делу между людьми, так и по делу между человеком и Всевышним, между человеком и Творцом, должен сначала принять это увещевание на себя. То есть, то, что он говорит, так не делает, вот это он и должен сам, этого никак не делать. То есть, быть таким, как он того требует от других людей. И продолжает Рамбам. И обязан говорить, это важные слова, и обязан говорить спокойно, мягко, чтобы это было полезно тому, с кем он говорит. Спокойно и мягко – это очень важная вещь. Получается, отсюда из Рамбама, если мы логически построим вывод, логически отсюда, что если человек говорит неспокойно, не может говорить мягко, ну, например, всегда не может говорить мягко, или в этот момент не может говорить мягко, расстроен, сейчас он возбужден, то ему нельзя сейчас говорить. А если он говорит слова, которые не полезны тому, кого он сейчас увещевает, то тоже лучше, конечно, рот не открывать. Об этом тоже немножко ниже скажем. А как же с постановлением Торы всегда делать замечания в некоторых случаях другим людям? Мы сейчас поговорим на эту тему. Мэйри, известный комбинатор Торы и Талмуда в Талмуде Сота, лист 47-й, первая страница, пишет, читая перевод его замечания, добавление как бы к Рамбаму. Нельзя делать замечания и наставления в гневе. Заметили, Рамбам пишет, надо делать наставления мягко, с спокойным голосом, а Мэйри пишет более категорично. Никогда не делай замечания в гневе. Иначе только оттолкнешь того, с кем ты говоришь. Ведь быть злым в своих замечаниях другим людям, значит стараться сделать их злодеями. Тяжелые слова, нехорошие слова, брошенные резко. Крупные вещевания, то, что говорят на срыве, нервируя и себя, и других. Такие слова никогда не достигают цели. А раз так, то в этом нет пользы для того, кому мы их говорим, а раз так, то запрещается их говорить. Это замечание Мэйри, написано в Талмуде. Еще одна история. Рассказывал об этом рабе Ляу Лупян, известнейший мыслитель, в книге написал, знаменитый, известный учитель, талмудист. Однажды он, так он написал в своих воспоминаниях, шел с престарелым рабе Муше Аароном Штерном. И шли они по улице на субботнюю минху. Он примерно, вот как это делал рабе Аарья Левин в предыдущем рассказе, этого рассказа выше. Шел на субботнюю минху, вокруг ехали машины, и проходили они по улице, где жили соблюдающие Тору, евреи, но улица была открыта для движения, такого в Израиле. К сожалению, много, и сейчас такое встречается. Я живу, например, в районе, в Юрусалиме, таких районов несколько, около 10, где полностью закрыт район для субботней езды, но между районом, например, на известной улице Бар-Илан, где проходит перекресток пресечения двух больших дорог, движение продолжается, и это движение идет в субботу, в нарушении всех правил. Так или иначе, на эту тему я сейчас не собираюсь дискутировать, и говорит, просто взял и заметил, что он шел, Раби Штерн, и вздыхал. Сокрушался по тому поводу, что вот вокруг него, на границе Бнегбраха, Тель-Авива, большое движение машины, а едут ведь евреи в субботу. И вдруг подъехал такси, остался прямо рядом, рядом с ними, и там открытое окошко, выстанулся шофер, еврей, и спросил их рабонин, скажите, пожалуйста, мудрецы, да, скажите, пожалуйста, как проехать туда-то и туда-то. Он был такой прямодушный, простой еврей, который ему куда-то нужен был, и он заплутал, и хотел он поехать дальше, местные люди идут, почему бы не спросить их, а тем более уважаемые люди с седой бородой, почему бы не спросить их, куда пройти. Раверштерн закрыл лицо руками и начал плакать. Но только что шел и сокрушался о том, что все нарушают субботу, а тут один из них спрашивает, как проехать его. Шофер удивился, настолько удивился, что он вышел из машины, подошел к нему к Рэбе и спросил, в чем дело. И Раверштерн сказал ему, с одной стороны, я не могу не ответить еврею на его вопрос, на его просьбу, я должен сказать тебе, как его проехать. Ты еврей, я обязан помочь другому еврею. А с другой, как я отвечу, если тем самым ты сейчас можешь, не дай Бог, нарушить святую субботу. Вдруг шофер такую фразу говорит, вот интересно, то же самое, каждый день мне говорит моя мама, шофер был молодой, с которой я живу. Мама мне это говорит, но она не плачет, когда просит меня перестать работать субботу. Вся разница. Тут же он закрыл, Рав стоит, продолжает плакать, закрыл машину, на ключ, протягивает Раверштерн на ключе и говорит, вот кончится суббота, я к вам приду, вы где, в эту синагогу, я к вам приду и заберу эти ключи. Это он сделал так, так полагаю, чтобы уверить Рава в том, что он не обманывает его, в том, что на самом деле он ехать в субботу никуда не будет. Раверштерн ответил, но я не могу их взять. Вы знаете, да, что есть некоторые предметы, которые в субботу нельзя отбрать, переносить, трогать, называется мукция. Это те вещи, которые мы делаем, запрещенные в субботу дела, работы, например, дрова, свечи, спички, деньги и так далее. Их нельзя переносить, их нельзя трогать и брать. Что делать? Тогда, по-моему, это был Рава Лупиан, один из них сказал, что ты положи, где мы спрячь, он под колёто своей машиной сбоку, никто не тронется, сегодня нам поможет. Так он и сделал, и машина простояла всю субботу. Потом Рав Штерн сказал Раву Лупиану, и тот написал об этом в своей книге. Вот интересно, говорит, если еврея напугать, он не перестанет нарушать субботу, а если еврея любить, то перестанет. Получается, что только любовь способствует тому, что еврей не будет нарушать субботу. А вот ещё одна, даже не история, а несколько слов, записанные Раве Шломо из Пшиски. Был такой известный хасидский адмор, известный хасидский праведник и мудрец. Он был учеником адмора Раве Давида, Раве Довида из Львова. И он написал от имени Раве Довида из Львова. Он так написал, нельзя поучать других грубо и напористо, с энергией, а только осторожно, спокойно и с любовью. Откуда мы это учим? Раве Довида из Львова пояснил. Об этом написал царь Шломо. Аллава и Шалом, да будет упомянуто его имя с миром. Так обычно говорят про наших царей. Написал царь Шломо в книге Куэллет, 9 глава, 17 стих. Там такие, такие слова. Перевод. Слова мудрых, мудрых людей, сказанные спокойным тоном, быстрее будут услышаны, чем окрик правителя глупцов. То есть, чем крик того, кто привык разговаривать с глупыми людьми, понимающими только крик и угрозы. Об этом написано в Куэллет. Слова мудрецов доходят быстрее, а я вот добавлю, только они и доходят, быстрее, чем окрик человека властного, который привык к тому, что никто ничего не понимает, и поэтому нужно кричать, чтобы быть понятым. Так написал царь Шломо. Но раз так, то и мы, наверное, должны вести себя как умные люди, а не как правители глупцов. Что такое, кстати, правители глупцов? Ну, если кто-то кричит на своих детей, а он отец или мать, родители, то, наверное, он некому вроде правитель, он управляет именно, на самом деле, глава семьи. А раз так, то не надо делать своих детей глупцов, о которых нужно кричать. Почему? Потому что в страну ничего не добьешься, поэтому не надо кричать. А почему люди кричат то, что иначе нас не слышат? Что же такое нужно сделать с детьми, чтобы они перестали слышать нормальную речь, обращать внимание только на крик? Скорее всего, и на крик они обращать не будут никакого внимания, а сделают, я в этом уверен, в большинстве случаев оно так происходит, сделать все, чтобы только раздражающий их крик своих родителей убрать, например, притвориться, что они справились, или сделать свое дело потихонечку. Но, по крайней мере, не изменить свое поведение, а изменить свою тактическую уловку. Сделать так, чтобы продолжали делать то же самое, но родители не кричали. Чего мы добьемся? Мы сделаем у своих детей хитрецов. Это и называется правитель глупцов. Такого слова мудрых людей, сказано спокойным тоном, они дойдут до цели, и можно что-то исправить, изменить, помочь человеку, если мы этого человека любим. Хофицхайм отличался тем, что всегда поучал всех. Хороший начало про Хофицхайма, он всегда поучал всех. Всегда и всюду. Все его книги это не что иное, как поучение. Вот делайте это, а это не делайте. Вот это делайте потому-то, а это не делайте никогда. Он, когда встречал людей, всегда начинал их именно учить. Это была чистейшей воды дидактика. Во всех своих уроках, на всех своих лекциях, на всех своих встречах, даже когда он решал какие-нибудь вопросы, он всегда вставлял вставлял тему мусара, еврейской этики. А именно так поступать надо, а так не надо поступать. Самое любопытное, повторяю, что все его книги написаны на эту тему, Лошон Ара, и вот книга, которая называется «Агават и Сроэль», «Любовь о том, как нужно любить других евреев» и так далее, все это не что иное, как поучение. Но отмечено, что все люди любили слушать его, все люди собирались на лекциях Хофицхайма, все люди раскупали с огромным энтузиазмом, и все его книги ждали выхода следующей. То есть все его поучения доходили до адресата. Почему? Потому что люди знали, что Тон задает, что он делает это исключительно, Тон его книга, что он делает это исключительно из любви к каждому еврею. Под недаром книга он назывался «Агават и Сроэль», «Любовь к Израилю», «Любовь к евреям». Как известно, это слова самого Хофицхайма, что любой человек не любит, когда его поучают нудно, что-то ему выговаривает, что-то от него требует, показывает ему тем самым, какой он плохой, и требует, чтобы он исправился совершенно не птиогическим приемом, а именно указывая ему, насколько он плохой человек. Никто этого не любит. И не любит таких учителей. Им множество ссор и непониманий, и конфликтов возникает именно из-за того, что один учит другого, поучает другого. Есть такой глагол хороший в русском языке. Поучает, не учит, а поучает. Он учит другого, что ему делать, что не делать. А тот, кого поучает, отвечает, это не твое дело. Вы заметили, что он не говорит, что ты говоришь не по делу, он просто говорит, вообще тебя это не касается. Почему? Потому что мы не любим тех, людей мы любим, мы не любим поучения, наставления, назидательные всякие выражения. Так вот, Хофис Хайма все слушали. Он поучал, а все его слушали. Почему? Потому что было видно, что он всегда говорит только для пользы слушающих. Он так говорил, что тому, кто поучает, кто делает замечания, не надо стремиться к правде. Мол, ради правды я тебе сейчас все скажу. Вот послушай, я не могу молчать. Ну, не могу молчать, собственность ее не велит. Я тебя должен исправить. И он также говорил, что не надо ненавидеть неправду. Мол, чтобы не обмануть тебя, я тебе скажу то-то и то-то о тебе. Не могу обмануть. Он сказал, что говорить нужно не из любви к правде. Говорит замечание. Не из ненависти к лжи. Нет, а только из любви к данному человеку. Только тогда замечание будет выслушено и использовано, принято к сведениям. И вот, что он еще указывает в своих книжках, в частности, в книге Агават и Сровин. Две вещи должен испытать в своем сердце, чувствовать, да, испытывать в своем сердце учитель, тот человек, который делает замечание другому. Сейчас он учитель. Две вещи. Любовь и милосердие. Любовь, как причина замечания, это и является единственной причиной того, что сейчас я тебе скажу слова наставления. А милосердие как способ. Что это означает? Можно ведь задеть и обидеть человека своим замечаниям с легкостью. А если ты можешь его обидеть, можешь его задеть, то сделать замечательно нельзя. Это и называется милосердие. Первое, я его люблю, а вторая мысль, там тут же она идет одновременно. Все это срабатывает моментально, перед тем, как открыть рот и кому-то сделать наставление. Что ты делаешь? Как себя ведешь? Так вот, я должен испытывать первое чувство, должно быть любовь к этому человеку, если нет любви, запрещается говорить. А вторая вещь, ой, а не обижу, даже любя я его. И есть, есть вероятность в том, что я его обижу. Это большая вещь, большой запрет, не делай в другом то, что не хочешь, чтобы делали тебе. И поэтому эти два условия необходимы. Все, кто видели Хофицхайма в момент его увещевания, чувствовали, что ему в этот момент больно за тех, о ком он говорит. Как будто люди, так это всеобщий отзыв во всех уроках. Люди, как будто люди сами себя обижают, сами себя вводят в опасность, а он вынужден их спасти, усовестить, удалить от этой опасности. Его уроки можно было бы, можно сказать, что его уроки проходили под одним таким лозунгом. Сжальтесь, люди, люди, сжальтесь над собой. Вот что он говорил своим ученикам. Вот что он говорил и писал в своих книгах. Будьте милосердны по отношению к своему себе, не делайте таких нарушений. И он никогда не ждал, когда придет время для его выступления, известной лекции, для выхода в свет в книгу. Нет, он это делал на каждом шагу, просто встречаясь с отдельными людьми, с любой общиной, как бы он ни приезжал, тут же собирались люди, тут же он давал урок, и все выходили, просто плакали от радости, что они услышали наконец-таки слова любви, которые помогут им исправиться. История про Раби Лемеллаха, нет, не история, в данном случае не история как раз, а идет редкий случай, как Раби Лемеллах из Лежанска привел несколько способов, каким образом надо увещевать других людей. В книге, которая называется «Раби Лемеллах». Я выписал три его примера, и сейчас я их приведу. Первый способ называется «Способ праведного человека», способ цадика. Он не говорит человеку, праведник, праведник, да, цадик, не говорит другому человеку, что ему нужно исправить в себе, нет. Он рассказывает перед каждым человеком, перед любым человеком, о самом себе, как будто он что-то сотворил нехорошее, что он совершил ошибку, и как он теперь исправляет ее. До тех пор он-то говорил, пока человек не начал понимать, что это касается-то на самом деле, говорится, не о Раби Лемеллахе, говорит не о себе, а о нем. Так что, сепсидник, кто-то начал осознавать, что речь касается его. На самом деле, этот праведник никакого греха не совершал, он таким опытом давал понять собеседнику, как следует себя исправить. Без всякого назидания, он не говорил, что пойди, сделай то-то, то-то. Отдельно, очень интересно он рассказывал, он рассказывал истории, он рассказывал, как сейчас называется, басни, да, притчи. И из этих басней и притчей, где он часто сам был героем, персонажем, следовало, как себя вести в той или другой ситуации. И вдруг оказывалось, люди выходили и говорили, о, говорил-то он сейчас обо мне. То есть понимали, что о нем он не говорил, потому что он никто не рассказывал свою историю, но он настолько тепло и настолько проникновенно говорил, что люди решили исправить этот грех тоже. Есть еще второй способ. Говорить перед многими так, как будто кто-то другой совершил грех. Прямо так говорить. Вот это безобразие было совершено какими-то людьми, лучше не говорить, какими. Так что конкретно человек, сидящий здесь, поймет, что разговор вообще-то идет не о них, там, далеко, а именно о нем. Ему нужно исправить тот же грех. Я уже привел два способа. Правдник говорит о том, что он совершил грех. Он. Второй способ, опасный способ, его нужно, конечно, изучить, как-то произносить. Говорит о том, что кто-то делает такой грех, а его лучше бы не делать. Но так нужно сделать с любовью, говорить ему, чтобы, не обижая тех, кто сидит перед тобой, чтобы человек понял, что разговор идет о нем. И это надо применять у себя в семье и своим мужем, своей женой и своими детьми. Очень часто полезно не сказать, что же ты сделал. А тем более, никогда не задают такой вопрос, это кто у нас сделал, пускай сознается. Особенно неприятно это звучит, когда вообще-то очевидно, кто это сделал. Все прекрасно знают, кто съел эту сливу и оставил, и пропала косточка. Лучше таких вещей не делать. Это убивает людей. А поэтому лучше сказать, где-нибудь как-нибудь отвлеченно, абстрактно. На самом деле, если бы от сливы с косточкой люди умирали, как был в рассказе Толстого, я думаю, все вы знаете, этот рассказ называется «Косточка». Так можно было бы сказать, вы знаете, в далеких странах, где сливы растут и где их едят, там выбрасывают косточки. Почему? Потому что лучше, конечно, не брать без спроса стола, потому что это может прийти к нехорошим делам. Видите, и не надо спрашивать, кто у нас сделал нехорошую вещь. Есть еще третья вещь, которую рабе Элемеллах из Лежанска привел в своей книге, которая называется «Ноам Элемеллах». Способ такой. Человек рассказывает, тот, кто читает наставление общения о чем-то совершенно нейтральном, ее не касающемся, о чужих грехах и проступках, совершенно отдельно от того, чтобы подчинить кого-то. Не надо говорить, вот, смотрите, какую вещь совершили, второй способ у нас был, его так нужно было исправляться. Да нет, рассказывай что угодно, но главное, абстрактным образом, но так, чтобы каждый принял сказанное близко к себе, близко к своему сердцу. Так рассказывали о самом рабе Элемеллахе в книге. Книга называется «Мой Орва Шамаш». Резестная книга. Там описаны многие события, происшествия из его жизни. Читается просто на одном дыхании. На иврите. К нему приходили люди. Это обычная история. Он стоял в центре большой комнаты, у них там внутри, в доме, большой толпы, вокруг они стояли люди. И он рассказывал какую-то историю, и каждый думал о том, что рассказывает о нем. Многие выходили, люди и говорили, откуда, сами себе говорили, откуда наш раб знает про меня так много и глубоко. Как хорошо, что он не сказал ты мне в лицо, а дал понять, что мне нужно исправиться. остальные подумали, что, наверное, о них, я-то знаю, что все было сказано обо мне. Это не просто теория. Повторяю, так надо разговаривать с детьми, со своими, всегда, без всяких исключений. Нельзя понукать детям, вечно от них что-то требовать. И к тому же говорить с ними недовольным голосом, не дай бог. И поэтому есть несколько важных пунктов, которых я сейчас приведу. Мне они пытаются быть важными, хотя мы уже как-то называли в одной из этих лекций, говорили примерно об этом и говорили. Я их перечислю. Первый пункт. Есть несколько важных пунктов. Первый такой. Надо понять перед тем, когда хочешь сказать ребенку какую-нибудь вещь, наставляя его, делая замечания, вздохните перед этим. Сейчас будет тяжелая работа. Сейчас придется моему ребенку не сказать, какой он хороший, какой замечательный, а сказать, чтобы он что-то исправил. Чтобы он больше не разбивал любимые чашки нашей бабушки. Чтобы он не опаздывал в школу. Чтобы он не мучил нашу кошку. Что там еще можно сказать? Это пример неудачных, конечно, потому что дети совершенно не такие. Но нужно вздохнуть и подумать. А вот сейчас я сейчас буду говорить своему ребенку что-то. Это из-за чего я буду говорить? Что я хочу от этого? Уж не раздражает ли меня сейчас он своему поступку? Если он меня раздражает, то ни о своем ли благополучии, ни о своей ли пользе я сейчас буду заботиться. Сейчас уже пекусь. Если я о своем благополучии, о самом себе, то надо или смолчать, ведь согласитесь, что мы любим детей больше, чем самих себя. А тут мое благополучие на первый план выходит. Или смолчать, или мягко попросить человека, в данном случае ребенка, что-то исправить. Например, я хочу им сказать, что я пошел за работу, устал, я хочу, чтобы дом был чуть тише, они шумят, кричат жутко, а могут перейти в соседнюю комнату. И не надо на них кричать, сейчас же уходите, выбирайте и так далее. Почему? Потому что вообще-то я беспокоюсь о самом себе. А раз так, что детям-то можно и покричать, дети вообще, это такие люди, которым разрешено кричать. Если нам не нравится, или бабушка, не дай бог, заснула, приболела, или просто заснул, я хочу отдохнуть, соседи жалуются, то можно их попросить, вы слышите самое важное слово, попросить помолчать. Причем, потому что это только просьба, они больше, не меньше, только не требуют. И то просить лучше мягко и улыбаясь. То есть не теряя дружественного контакта с своими детьми. Это первый пункт. Второй. Нужно подумать, нужно ли мое сейчас замечание, которое сейчас я буду произносить моему ребенку, полезно ли оно ему. Например, не бегай по лужам, веди себя тихо, или там что еще, не дергай кошку за хвост. Потому что, если оно ему, в принципе, принципиально не нужно, то может иногда и надо смолчать во всех примерах, которые сейчас привел, только с кошкой, конечно, нужно сказать, пожалуйста, Васенька не трогай, кошки больно. Или взять кошку просто и додвинуть ее от Васеньки. Во всех остальных случаях иногда может быть нужно побегать по лужам, иногда нужно вести себя громко. Дайте детям чуть больше свободы, как говорила моя бабушка, я Вас не буду ругать своим внукам, иначе Вы вырастите такие, как я. Что это означает человеком, который хочет всех ругать. Только чтобы они не выросли нервными, давайте не будем их нервировать. Хорошее выражение Ироненко, да? Не нервируй меня. Так можно сказать любой ребенок своей маме. Мам, не нервируй меня. Третий пункт. Всегда ищи, первым делом всегда ищи возможность смолчать и не сделать замечания. Всегда ищи возможность улыбнуться, одобрить, поддержать, проявить свою любовь к ребенку, обнять его, пожалеть, показать, что ты его очень любишь. И это в первую очередь. То есть, замечания делай с трудом, как будто это тяжкая работа, а вот любовь проявляй, заставляй себя или проявляй, дай открыто проявляться ей всегда. Только тогда у нас вышут нормальные еврейские дети. И еще важный, наверное, пункт. Наверное, не все пункты сегодня произнесу, потому что я не успеваю. Я не успеваю их подготовить. Почему? Потому что пунктов есть можно очень много. Но это, мне кажется, очень важный. Сегодня мне показалось именно таким. Четвертый пункт. Никогда не ругаем ребенка при других. Между прочим, все это годится не только по отношению к ребенку, а ко всем остальным людям, но к детям тем более, потому что они очень ранимы. Они самые зависимые от нас люди. Они социально слабы. А раз так, то нельзя их обижать. Они не виноваты, что они слабее нас. Никогда не ругаем ребенка при других. Даже внутри семьи. Даже при его родном брате, сестре, в кругу своих. Даже если на него кто-то жалуется, мы пожурим его не при этом жалобщике. На самом деле, кто-то взял и сказал какую-то фразу, что вот меня обидели. Если вы хотите выяснить, обидели или не обидели, то только не при нем. Я вообще даже бы не выяснял бы. Я бы обоих их как-то обнял, показал, что я обоих люблю, несмотря на то, что один девушка может быть действительно сделал тяжелую вещь другому. Покажите, что у нас нету любимчиков, что папа и мама любят всех одинаково. И тогда они будут прибегать к вам с лишней жалобой, с Божьей помощью. И еще, шестой пункт, пятый пункт. Если мы делаем ребенку какое-то замечание, например, я делаю замечание, то его мама, моя жена в это время молчит. Она не поддакивает, она не становится на мою сторону, хотя моя сторона очень правая. Так и надо сделать. Надо этому мальчику, мальчика поставить на место, надо показать ему, что он был неправ. И надо немножко рисковать. Бывают такие случаи, сегодня мы о них не говорим. нужно, надо сказать это с позиции силы, но сказать только, не дай бог, руками, не дай бог, криком. И в это время второй человек не участвует. У меня есть изображение в травле ребенка. Почему? Потому что ребенок может подумать, что весь мир стоит против него. Это уже очень тяжелый психологический момент. И еще один момент, шестой, да? Всегда сначала похвалим, а потом сделаем замечание. Никогда не делаем замечание, не похвалив. Почему? Потому что вообще такое правило, на похвалу мы не скупимся, замечание делаем, а замечание делаем детям дозировано и изредка. Каждый из них только по делу. А вот хвалить можно даже не по делу. И если вы сейчас скажете, ой, мы можем захвалить и сделать эгоистов наших детей или людей, которые слишком уверены в себе, то это отдельный урок. Мы как-нибудь об этом тоже с Божьей помощью поговорим. Перехвалить человека совершенно невозможно. О вреде или о плохой стороне того, что мы называем перехвалить ребенка, говорят только те, которые недохваливают своих детей. У нас дети с вами недохваленные, причем они заслуживают лучшей участи. Они должны чувствовать себя удобно и приятно в этом мире, в который мы их же сами и привели. Но уроки Раби Исра-Замна Мельцера однажды сделали перерыв. Это был Хэдер, он был преподавателем, это известнейший мудрец и учителем, о котором мы часто рассказываем здесь у нас. Сделали перерыв для того, чтобы прочесть дневную молитву Минха. Вы знаете, что днем, среди дня, до заката солнца нужно прочесть эту молитву, начиная примерно с полудня. И так делают наши Хэдеры, делают Исшиев, везде, так мы делаем на многих работах во время обеденного перерыва, или чуть позже, или чуть раньше. А если не успели, прямо перед окончанием времени, когда разрешается еще прочесть эту молитву Минха, останавливается производство, и люди идут в Миньяне и молятся. Так сделали в Исшиве, в Хэдере, Рабисера, Замна Мельцера. И одному мальчику просили быть Хазаном. Хазан, это тот, который во время молитвы, все молятся сначала каждый сам по себе, а потом один человек, называется Хазан, повторяет молитву для всех, все после каждого благословения говорят Амэн. Так что получается, что мы два раза слышим один раз сами внутри себя сами свою молитву, а второй раз произнесенный вслух. Мальчик был Хазаном, и он так хотел вернуться к уроку, потому что урок был настолько интересный, что это был незапланированный перерыв, что он очень торопился и быстренько с кореговоркой прочитал всю молитву. После урока, после молитвы раби Мельцар ничего ему не сказал, а после урока он подошел к нему и там оставил несколько друзей. И тут редкий случай, когда он прям сделал замечание при всех. Ну, каким образом он сделал замечание, послушайте. Он сказал, срел на него и говорит, ты знаешь, я так и не разобрал, ты у нас из каких принадлежишь-то к какому роду племени? Известно, что есть хасиды, а есть люди, которые течения такие у нас в Иерусалиме, в Небраке таких полно, которые, так есть хедеры, где люди из разного направления приходят, есть литовское направление, хасиды и литовское направление. На самом деле, конечно, это уже от себя добавлю, что есть еще и сфарадин, это не хасиды, не литовское направление, это выходцы из восточных общин. Есть также не литовское направление, например, из венгерских евреев или из немецких евреев, так называемые еки. Много есть разных направлений, но в целом Иешивы ориентированы по большинству своему, или это хасидское движение, хасидские движения, хасидские дворы, или литовское. И еще сделаю маленькое замечание, отмечу, что среди хасидов есть одно литовское направление, это называемое хаббат, еще Карлин и Столлин, они тоже, в принципе, литовские. Вот хасиды, литовское направление, то, что я часто сказал, литовское, на самом деле называют Мяснагдем, те, кто против, так, историческое название, никакого ругательственного оттенка в этом нету, те, кто против хасидизма, были, когда он возник. Слово осталось, исчез этот вот ругательный оттенок в нем. Так вот, он говорит, я не знаю, это из Мяснагдем или из хасидов. Ну, все удивились, что я еще не знаю или знаю. Вообще-то, рафтан мог бы и знать. А он объяснил ему. Дело в том, что он сказал, что обычно хасиды молятся очень быстро. Это просто известно. Разные хасиды есть. Среди них, в каждой жизни есть разные люди. Но, как правило, молятся быстро. Но с большим воодушевлением, горячо, громко, давай, целиком молитве. А литовцы, Мяснагдем, как мы сейчас сказали, да, они более холодные люди. Это прибалтийская страна. И евреи там тоже такие же были холодоватые, как Баренцево море. Извините, как Балтийское море. Да, они молятся медленно, но сосредоточенно. Каждое слово видно, он там произносит его. Он не машет руками, он погружен в свою молитву. Так вот, это я так много слов говорю, он сказал очень быстро. Раби Малитцер сказал. Так тут ты же сказал, все быстро и холодно. Никакого тепла от тебя не сходило. Надо выбрать хоть что-то одно. И мальчик понял, что на самом-то деле Раф не интересовался у него происхождением, а сделал ему замечание, что нельзя говорить с короговоркой и быстро. Поэтому с тех пор, так это отмечено было. В самом же Хедере, его взывали еще будь Хазаном, он говорил эту молитву за всех, для всей общины, для всех Хедера. Он всегда говорил, медленно и сосредоточенно. Так он показал всем, что он принадлежит литовскому направлению. Это реальная история. И еще одна, еще одна история, не история, а ворд. Ворд – это слова Торы, записанные Раби Хаймом Шмулевицем в книге «Сихот-Мусар». Известная, знаменитая книга, по которой мы учимся. Многие вещи, в принципе, те темы, которые я здесь рассматриваю, указаны в этой книжке. «Сихот-Мусар». Посмотрите, по-моему, даже на русский язык какие-то отрывки приводили ему всю эту книгу. Ну, такая книга должна быть когда-то и переведена, быть переведенной. Написано в книге Дворим, 12 стих, нет, 12 глава, 15 стих, там так написано, «По Мирьяму». У Мирьям, после некоторых слов, которые она сказала против, в адрес Муше Рабэну, своего брата Муше, возникло некоторое кожное заболевание. Она покрылась белой кожей, белыми пятыми на коже. И в таких случаях, как написано в Торе, нужно выйти за пределы стана, 7 дней находиться вне стана. Никто не должен приходить, наверное, какую-то еду давали. И в это время стан мог уйти. Все остальные могли подняться и выйти. Так вот написано, «И была Мирьяма заключена», а то сидела в одном месте, не уходя с одного места, за пределами стана 7 лет, а народ не шел дальше, пока она к нему не присоединилась. Между прочим, есть маленькое замечание такое, тоже очень интересно. Что значит, не шел дальше, пока она не присоединилась? Что нам сообщается здесь? Ну, ведь шли-то за облаком днем столбом из облака, обычным столбом, а ночью за столбом света, когда поднимался это облако, та и шили. Кто кого ждал? Так вот, здесь было написано, что они не шли, пока она к ним не пришла, пока она к ним не вернулась. Это означает, что никакое облако не могло воздвинуть их с места. То есть, желание народа учитывалось в Всевышнем, и народ не уходил, пока Мирьяма не вернулась из этого заточения. С одной стороны, у нее было кожное заболевание. Кожное заболевание, которое, между прочим, в комментариях описано, что это не что иное, как некоторое наказание, я с этого начал, я сказал несколько нехороших слов про своего брата, наказание за лошонаро, за неправильную лечь. Своего рода беззаемно называется. Вещь-то, в принципе, позорище, позорная вещь, на лице, на руках, на теле человека видно, что он нарухал какую-то заповедь. Открыли ты, ничего не скроешь. А с другой стороны, весь народ ее ждал. Скажем, днем ее позора, чем больше он подливался, тем все больше участия проявлял к ней народ. Ждали, когда она вернется. То есть, можно сказать, что ее ждали, сострадая, помогая тем самым преодолеть ей это испытание. Мы, помните, такое пряло, говорили, по-моему, даже в прошлый раз на нашем видеоуроке, что семеро одного ждут. Это такое правило у евреев. Семеро одного ждут. Целый народ, 600 тысяч, только одних взрослых мужчин евреев старше 20-летнего возраста и все их семьи ждали одного человека. Если это болезнь, которая была у Мирьяма, это открытый выговор человеку со стороны Всевышнего за проступок, то даже он сделан самым мягким образом, каким образом народ ждал и облака не отходили, пока не кончится наказание. А теперь история, еще одна история про раби Арье Левина. Он встретил однажды на улице одного своего старого знакомого, который приехал, Раф Левин жил в Иерусалиме, а человек приехал из Европы, он был Коэн, вы знаете, что такое Коэн, священники, переводится обычно на русский язык, те люди, которые у нас в Израиле, это делается каждый день во время утренней молитвы, а за границей это делается по праздникам, по праздникам Торы, когда выходит Коаним, утреннюю молитву и благословляют, стоя рядом с Аароном, с ящиком, где находится Сафир Тейра, свитки Торы, благословляют народ. Народ отвечает Амэн. Так вот, он встретил его в Иерусалиме, он к нему приезжал несколько раз, а тут он встретил его в Иерусалиме, он в Иерусалиме шел по улице вместе со своим сыном и с гордостью сказал, что вот моему сыну недавно мы справили бармитву, он теперь взрослый человек, и вдруг Раби Левин так обрадовался, он стал сжать ему руку, обнял его, расцеловал, сказал, что всю жизнь он завидует Коэном. Это же как здорово, каждый день благословляют народ, делают благо, хорошо народу, с этим благословлением на самом деле приходит благо с небес еврейскому народу. Благословение это непростые вещи, мы говорили об этом, еще будем говорить. И сами они при этом благословляются, если вы помните, Аврааму Всевышнему было сказано в неверном разделе Лех-Льха, что им благословятся все народы земли, и так было сказано, благословляющий тебя будет благословлен, сам он будет благословлен, то есть Коаним, Коэны, когда они благословляют народ, сами приносят этим деянием, этим хорошим поступком, приводят благо для самих себя, самих себе. Мы же почему-то отсюда правило в скобках замечу, в сноске, что когда мы делаем хорошие вещи другим людям, тем самым мы делаем хорошие вещи себе, приносим благо, благодарность Всевышнему, благодарность небес, заслугу, награду, сахар и себе. А когда мы говорим хорошие слова, пожелания, это и называется благословение, то мы и сами будем благословлены. Это означает, что благословляющий тебя будет благословлен. И так он сказал, как здорово, тут такая у тебя замечательная роль, а я просто израилей, просто обычный еврей. И через несколько недель тот снова встретил Рави Левина на улице и сказал, ах, как хорошо, Раф Леви, Раф Левин, Раф, Рабарье, да, как хорошо, вы в прошлый раз так удачно поговорили с моим сыном, что-то необыкновенное. Я даже не знал, что так несколько слов, мы его обняли, рисовали, несколько слов так помогут. На самом деле, вы не знали об этом, я вам сейчас скажу, мальчик давно уже не ходит на синагогу на утреннюю молитву, он все соблюдает, но встает с трудом и не хочет ходить, и вообще, это абузы для него, ходить и благословлять других людей. Он стесняется, не хочет, боится, только по субботам. Так и говорит, я же в субботу хожу, и не ходит. После того, как вы поговорили с ним, он вдруг подошел ко мне и сказал, скажи, пожалуйста, папа, а что на самом деле правда? Правда, что Раф Левин хотел бы стать Куэном? Я ему говорю, конечно, правда, он же не обману, это взял и сам тебе сказал. И он такую фразу мне сказал, если так, а я получил эту роль бесплатно, это задание, это тавкид, это функция, бесплатно, то делать людям благо. И с тех пор он ходит, ничего не пропустил и не пропустит ни одной молитвы. Большое вам спасибо. Вот видите, если бы он пожаловался другому человеку, что мой сын, Рэбби в Хейдере, в учебном заведении, мой сын не ходит на утреннюю молитву, Рэбби с ним серьезно поговорил бы, можно было бы его исправить. Раф Левин исправил его одним словом, любя его, обнимая и целуй, не больше не лучше. Рэбби строили Салант, у него была Ишиева, это известный человек, который как раз преподавал мусар, еврейскую этику. И надо сказать, что в этой Ишиеве, Рэбби строили Салант, это звезда мировой величины в области этики, еврейской этики, ни разу не сделал никому замечания при всех. Однажды он заметил, что один человек тоже не ходит на утреннюю молитву со всеми. Даже знаете, как это было? Это было во время слихоз, слихот, специальные молитвы, которые читаются, произносятся рано, утром, во время, в первые дни Ямин-Ураим, ужасные, жуткие дни, первые 10 дней месяца Тишерей перед Йом-Кипуром. И он не вставал, не ходил. И через несколько дней, после Суккот, уже кончилось, все праздники прошли, он написал ему письмо, и об этом написано в книгах, там там было так написано, я перевел слова, которые он написал, я их перевел, адаптировал на русский язык, это было очень тяжело. Примерно смысл такой, дорогой и уважаемый Раф такой-то, это он пишет молодому человеку, которому было вообще-то лет 12-13, мудрец и великий праведник, достойнейший из учеников и самый старательный во всей нашей Ишиве, после чего перечислил все его успехи, все его успешно сдаты экзамена, наверное, там было написано все успехи, и только после этого он написал в двух словах, что даже такому высокому Рафу надо молиться вместе со всеми, молитву слихот. Вы слышите, это очень серьезная вещь. Если ты хочешь сделать замечание, мы говорили об этом, то только после того, как ты скажешь слова поощрения, поддержать человека, скажешь ему приятные вещи, откроешь его сердце навстречу твоим словам. А еще в конце, это еще даже не конец, в конце он такую фразу приписал, извини, но этим письмом я выполнил свою обязанность сделать тебе замечание, ибо до сих пор не могу простить твое отсутствие на наших молитвах. Такие достойные люди, как ты, обязаны молиться вместе с общиной. С уважением, Раф такой-то. Между прочим, об этом сказал Агра, Агра, так мы сокращенно называем Гаон из Вильна, Рабеляху из Вильны. Вот так сказал. Я написал в своих книжках написанным, написанным в Мишлих, 12-е, я сегодня долго искал, 12-я глава, 18-й стих, очень известная слава. Вот почему-то я забыл, сейчас могу с удовольствием сказать, на всю жизнь я теперь запомнил. Мишли, 12-я глава, 18-й стих, послушайте. Некоторые говорят, как будто рубят мечом, а язык мудрецов излечивает, лечит. То есть, есть люди, которые буквально убивают других своими замечаниями, своими окриками, своими назиданиями, позорят людей, доставляют им страдания. Так написано, некоторые говорят, будто рубят мечом, убивают мечом. А речь мудрецов лечит. Но тот, кто мудр, делает полезное человеку замечание. Полезное человеку. И при этом агро добавляет от себя. Что такое излечивает? Излечивает, это значит лечит. Болел человек, а теперь вылечился? Что значит болел? Он был здоровый? Нет. Он что-то нарушил, а теперь мы его, этими словами, словами мудрецов, возвращаем человека к Торе, делаем мы его праведным человеком. То есть, лечит его душу. Некоторые убивают мечом, а мудрецы лечат души человека. Зимой 30-го года Хофицхайм побывал в Варшаве. В 1930-го года, это значит, он ехал в Радзесруэль из Литвы через Варшаву, чтобы получить там документы из Литвы. Это была не Литва, это были восточные пределы Радин, внутри Польши все это было. Получить документы, уехать в Радзесруэль, ничего не получилось, он вернулся обратно. Но там при нем устроили большую встречу раввинов по очень важному вопросу о хедерах, поддерживать их, поддерживать, собрать деньги и так далее. Серьезная вещь была историческая встреча. Многое, что они решили, и многие решения, несколько решений было, они актуальны и по сей день. И вот на этой исторической встрече все ждали известных раввинов, их было не так уж и много, не больше десятка, и все остальные заместители. То есть, цвет польского раввинства. Но один человек задерживался, его ждали долго, прошло полчаса, и он пришел навстречу. Хофиц Хайм отозвал его в сторонку. А мы ведь говорили, да, чуть выше, семеро одного ждут. Понятно, что семеро одного ждут, но ему самому нельзя опаздновать. Вот самое важное замечание. Ему запрещается опаздновать этому одному, которых ждут семеро. Так вот, Хофиц Хайм отозвал его в сторонку и спросил, в чем причина такой большой задержки. Понятно, что вопрос вообще-то смысла мне извести не имеющий. В чем бы ни было причины, мы этому человеку должны сказать, каким-то образом намекнуть, или большие учителя должны ему сказать о том, что так поступать нельзя, столько народ тебя много ждет. Но Хофиц Хайм ведь и не просто так спросил. Ты сказал, что именно для того, чтобы делать ему замечание, а мы говорили о роли Хофиц Хайма, он всех всегда получал, и все это принимали с огромной любовью, не было ни одного исключения. Так вот, он спросил, в чем причина задержки, он сказал, у него жизненные обстоятельства, наверное, объяснил ему, и тот сказал, что это не причина. Я думаю, а что, какой шум могло причиной, шел по улице полиции, тебя схватило. Полицию схватил, ничего делать нечего. Анус называется, ты меня не виноват. Тогда не надо, никаких замечаний здесь нельзя сказать. А он сказал, не причина твоей личной дела, потому что ты ему украл время у людей, это кража. И тот сел на место, но видно было, что чувствовал себя немножко неуютно, что есть неуютно, он остался в последние шесть минут, сейчас наторопимся уже, чувствовал себя немножко неуютно, но он не чувствовал себя задетым. И тут с места встал, это записано, во всех книгах, посвященных этому совещанию историческому, раби-мейер Шапира излюблен, известивший человек, который много сделал полезного, и это имя в сумме сообщает нам каждый день, каждый раз, когда мы идем на урок, на урок дав юми, вечерние гемары, или утром учатся один, каждый, все евреи учат один лист гемары, Талмуда, каждый день, это по инициативе раби-мейера Шапира, он встал с места и сказал, всю жизнь я думал, как устроен этот мир, в котором никому нельзя сделать замечание, на чем же этот мир стоит, почему, чтобы не обидеть людей, ну, ради этого справедливо, сказал раби-мейер Шапира, а я перевел его словом, если простые люди могут исправиться, а большие люди не могут, никто же им никогда ни намеком не покажет о том, что они что-то неправильно сделали, кто им укажет на ошибку, и спасибо, что в нашем поколении есть Хофицхайм, который может и больших людей вернуть к норме, сделать их нормальными людьми. Это очень большая вещь, почему, потому что серьезные вещи, мы уже говорили над тем, что большие начальники, это особая статья в нашем рассмотрении, иногда им можно делать то, что нельзя делать другим, то есть в их адрес можно делать то, что нельзя сделать другим, например, сказать человеку, который, на самом деле, в открытую сказать человеку, который занимает большой пост, ну, предположим, сейчас я придумаю, является, ну, главный район какого-то крупного города, ничего не делал на своем посту, что нужно что-то делать, что так нельзя себя вести, что нужно возродить еврейскую жизнь здесь, помочь тем людям, которые хотят начать тур, и так далее. То, что вообще-то нельзя делать, такое замечание нельзя сказать в адрес других людей. Наши мудреры, замечания, запрещенные вещи, вот для больших начальников, по Хофицхайму можно. И Равин Мэйр Шапир сказал, как хорошо, что есть Хофицхайм, который нас научил, говорит такие вещи нашим большим начальникам. Взялся за роль Равина, слушая наши укоры и замечания. Но вовсе не делать замечания нельзя. Все, что касается заповедей и правильного поведения, Дера Херротс называется, да, правильное поведение, если это нарушается, то нельзя пройти мимо этого. Это важный момент, без этого нет всего нашего урока. Написано в книге Ваикра, 19 стих, 17 посух, 19 глава, 17 стих, «Охэх тахиих эт амитеха». «Увещевать, увещевай», двойной глагол, «свой народ», то есть евреев, и не понесешь за него греха. Если ты будешь делать замечания по делу, когда человек может нарушить, не дай Бог, заповедь, или уже нарушил, теперь ему нужно исправить, или неправильное поведение, нужно вернуть его к правильному поведению, то есть ты не можешь пройти мимо, если сделаешь замечание, не понесешь за это греха, то есть не нарушишь запрет проходить мимо без замечания. Для этого, первое, надо быть уверенным в том, что нарушается именно заповедь или правило поведения Дера Херетс, а не просто так. Надо увещевать спокойно, повторяемый, это литмотив нашего всего урока, с любовью, а если он нас не услышит, то вообще надо смолчать, потому что ты тогда не нарушил заповедь делать увещевания, почему, потому что он же нас не слышит, и третий момент, надо максимально стараться, постараться не обидеть человека, реально помочь ему, а не просто сделать такое замечание, тем самым получше, что я показываю, о, смотрите, я веду себя правильно, а ты себя неправильно, это совершенно недопустимо. Со слов Рава Котляра передают, был такой великий, известный Рав, почему именно главам Ешиев поручено собирать деньги на свои Ешиевы по всему миру, вы заметили, главы, сами руководители Ешиев едут собирать деньги, почему они не посылают посланцев, почему они своих заместителей, так принято делать не только в нашем поколении, так всегда принято во всех поколениях, и он объяснил, может, какое нестандартное объяснение, я решил привести его, дело в том, что глава Ешиев, глава Ешиева наиболее близок к тому, чтобы обидеть человека-ученика при всех, нечаянно обидеть, называется ля альбин пуним, ля альбин пуним это обелить лицо, а это приравнивается к убийству, человек побледнел от того, когда ты его сделал окрик, случайно, написано, лучше пойти в огненную печь, чем обелить лицо человека при всех, так вот, некоторые могут это сделать случайно, нечаянно, и это приравнивается к убийству, а за нечаянное убийство наказание Галутом, а именно, изгнание в Эрмиклад, Себе искупить тот грех, который они нечаянно могут сделать грех, который они не могут сделать нечаянно, а именно обидеть своих учеников. И последнее, остался на 2 минуты, я успею. Однажды Рабин Атан Цви Финкель, сабый из Слободки, должен был сказать тяжелые слова упрека своим ученикам. А он никогда не говорил тяжелых слов. Он встал перед всеми и сказал. Каждое утро мы читаем в молитве Пасукеда Зиммера, специальные отрывки Стеилим. И там говорится следующее. Среди прочего. Я вам прочитаю эти слова. Прославьте Господа гигантские рыбы и все бездны, звери и всякий скот, присмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, князья и все судьи земли, юноши и девушки, старцы и молодежь. Так мы говорим каждое утро. Прославьте Всевышнего. Так вот вопрос, почему названы сначала звери, а потом люди? Надо было начать с царей и князей, а закончить рыбами и всяким скотом. Но так потому, что сначала были сделаны животные и скот, а потом человек. Просто в силу того, что они были произведены на этот мир раньше, поэтому они названы раньше. Вот и я сказал рабе на танце финки перед всеми, стоя перед всеми своими учениками. Сейчас скажу вам несколько тяжелых слов, несколько слов тяжелого укора. На каком основании? Только потому, что я старше вас. А поэтому выслушайте меня, пожалуйста. Я же родился раньше вас. Мы сейчас провели урок на тему, что нельзя делать замечания. Я бы не делал этого урока, если бы я не был пожилым человеком с белой бородой, человеком, который родился раньше, много раньше многих из вас. Только поэтому я себе позволил сказать все это поучение. Я же не что иное, как замечания другим людям. А именно в чем оно заключается? Делайте замечания другим людям с любовью. Вот как и сейчас я это сделал, любя вас. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...